Синкявичус ушел, да здравствует Синкявичус. Кресло отставного министра экономики Миндугаса Синкявичуса, похоже, уже скоро перейдет его однофамильцу Виргиниусу. Последний возглавляет экономический комитет в Сейме и в этом месяце отпраздновал свои 27 лет. Молодой кандидат не скрывает, что управлять министерством – работа не из легких, но уверен, что задача ему по зубам. «Быстрее постареть не получится, но я осознаю, что ответственность перед избирателями и первыми лицами государства огромная. Главное – и даря воплощать программу правительства. В планах более сотни мер, а сроки поджимают. Думаю, что после беседы с президентом можно будет говорить конкретнее». Синкявичус владеет четырьмя языками. Прошел дипломатическую стажировку в Вашингтоне, а до этого закончил учебу в Великобритании и Голландии, говорится в его официальной биографии. «Отличные результаты кандидат показал и в роли народного избранника», – сказал сегодня премьер Саулюс Квернялис. Хвалит коллегу и лидер консерваторов Габриэлю Сландсбергес, который, как оказалось, давно знаком с Синкявичусом. «Должен признать, что кандидатуру оцениваю неплохо. С Виргиниусом я познакомился еще до Сейма и политики. Он работал практикантом в моем отделении МИДа. Поэтому мы – давние знакомые. Это конструктивный человек, который всегда стремится прийти к консенсусу». Если Синкявичуса назначат министром, депутатам придется искать нового главу Комитета по экономике. Сейчас на это место метит экс-премьер Альгердес Буткявичус. «Я никогда не говорю «нет», но только, если есть необходимость, я могу работать во всех комитетах, учитывая мой политический опыт. Я экономист, интересуюсь экономикой и много езжу по Европе. Эта тематика для меня самая интересная». Напомним, что кресло главы экономического ведомства пустует с тех пор, как часть социал-демократов под руководством Гиндутаса Полускаса покинуло правящую коалицию. Вместе с ними в отставку подал и тогдашний министр от соцдемов Мину Гастенкявичус. Суждено ли восполнить пробел в правительстве его однофамильцу, президент обещает решить в понедельник.